Всем привет! Третий рейх оказал на человеческую цивилизацию глубокое воздействие, не ослабевшее за эти истекшие годы. Каким был образ жизни и культурная повестка при нацистах, задаются многие, в особенности те, кому не пришлось сталкиваться с национал-социализмом или жить при нацистском режиме. Об этом мы поговорим. Нацистское общество не допускало различий между политикой и повседневной культурной жизнью большинства. Какими при этом были основные культурные критерии в этом видео? Во многих странах политика является лишь одним из составных элементов жизни и не внедряется в каждую мысль или поступок. Гитлер же намеревался создать такое органичное общество, в котором все стороны жизни должны были согласовываться с его основными целями. И никому не позволялось стоять в стороне от целей. Это было наказуемо. Политика должна была быть не одной из сторон жизни и не одной из наук среди многих других, а точным выражением мировоззрения каждого. От каждого немца требовалась строгая приверженность этим взглядам, охватывающая все стороны человеческой натуры в проявлениях расы, крови и духовности. Так, с января 1933 года такой взгляд на политику означал приобщение масс господствующей в стране идеологии. Все образовательные институты также были реорганизованы так, чтобы партия получила полный контроль и над преподавателями, и над студентами, и над учениками. Кроме того, появились всевозможные группировки и организации, охватывавшие частную жизнь граждан, например, гитлеровская молодежь. В наши дни она могла бы переродиться в онлайн-сообщество «блюстители идеологии», которые поддерживали бы миф о том, что ты одинок в своих мыслях, ты белая ворона, а приверженцев идеологии – большинство. Государство стало тоталитарным, и таким образом каждый отдельно взятый немец должен был испытывать чувство сопричастности и принадлежности к обществу. На иностранную культуру, музыку, книги и газеты была введена жесткая цензура. Внутренняя же литература и художественная деятельность строго контролировались. Вокруг страны и народа была возведена стена, и внутри этой стены руки нацистской культуры были развязаны даже в вопросах отношения с человеческой жизнью. Мощная пропаганда, призывы и обращения лишали народ воли. Навязывание единообразия во взглядах на культурные и социальные потребности, демонстрация псевдореволюционных зрелищ также убивала индивидуальность и подтверждала, что несогласный – одинок в своих мыслях. Он – белая ворона. Культура же в эти годы не несла никакого прогресса и развития. Все было пропитано расизмом и духом арийства. Вместе с тем не следует думать, что это было только лишь навязано большинству правящим меньшинством. Напротив, нацистская культура вызревала в течение десятков лет, когда находившийся в оппозиции ко всему современному немецкий менталитет утверждал собственную точку зрения на искусство, литературу и расовые проблемы. Таким образом, культура стала статичной, поэтому нет никакого смысла рассматривать ее по отдельным датам или пытаться показать развитие, которого в действительности не было. Основу Новой Германии должны были составить люди как продукт правильного мировоззрения. Идея германизма, германского мира, была краеугольным камнем немецкого национализма и отражала крушение индивидуальной личности в безличном обществе. Французский философ Жорж Эжен Сорель, теория которого оказала заметное влияние на теорию анархизма и фашизма, в начале 20 века писал, что все большие движения сопряжены с мифами. Миф внушает людям уверенность в своей правоте, потому его последователи считают себя армией, ведущей борьбу за правое дело против армии зла. Из высказывания французского психолога Густава Лебона, Гитлер уяснил, что для установления контроля над толпой необходима магическая сила, поэтому он писал о магическом влиянии на массы. Гитлер придерживался следующего, цитирую, «Мы видим, что исчезновение личности, преобладание несознательных элементов, направление чувств и идей в определенное русло под воздействием средств внушения, тенденция к немедленному превращению провозглашенных идей в действие, являются основными и принципиальными характеристиками индивидуумов, формирующих толпу. Таким образом, личность была отчуждена от собственного природного разума. Проблема эта приняла всеобщий характер». Расизм обеспечивал базу национал-социализма, что ясно видно из высказываний трех ведущих теоретиков нацизма – Ханса Гюнтера, Людвига Фердинанда Клауса и Альфреда Розенберга. Первые двое были университетскими преподавателями. Идеи их, высокоабстрактные, были затем конкретизированы нацистским руководством. Из этих же идей были взяты стереотипы. Есть арийцы и есть их враги. Нацисты придавали большое значение активности своих действий, назвав свою партию движением, и составляли оппозицию интеллектуализму. По этому поводу Гитлер в 1938 году сказал, цитирую, «Ныне нам наносит вред избыток образования. Врагом является самодовольный дурак. Поэтому нам требуются инстинкт и воля». В связи с этим героями нацистов были не академики, не образованные люди, а личности, сумевшие задействовать свой расовый инстинкт в борьбе за германский мир. Таким образом, интеллектуализм осуждался. И поскольку народ должен был быть един, культура тоже не должна была отрываться. Народные массы, не только в Германии, не любят проблемного искусства, не увлекаются картинами экспрессионистов, не увлекаются сложной музыкой и не понимают творческих исканий представителей разного рода искусств. Примерно то же самое можно сказать о литературе и других аспектах культуры. Большинству людей нравятся понятные картины, простая музыка и книжные романы с сантиментами. И стоит отметить, что массовые вкусы начала XX века мало чем отличаются от вкусов начала XXI. В Германии популярные в массах вкусы были искусно использованы для формирования нацистского мировоззрения под предлогом органичного единения народа. Геббельская дезинфекция искусства преподносилась как следование здоровым инстинктом народа. Вот этот консервативный массовый инстинкт, впрочем, таков он и сегодня, был ловко использован в целях нацистской идеологии. Нацисты ненавидели аристократию, а буржуазии считали прогнившей. Слово буржуазный было у нацистов ругательством. Отказ от учета мнения большинства означал несогласие с национальной идеологией, что делало из человека врага народа. Все это в очередной раз объясняет отношение к интеллигенции, которая, обладая определенными знаниями, могла бы чувствовать себя выше остальных, а это неминуемо привело бы к образованию трудноконтролируемой сепаратной группы. Вильгем Штукар и Ханс Глобке, давая официальный комментарий по закону о гражданстве, так вообще внесли ясность в трактовку нацистской концепции. Они заявили, что личность может рассматривать себя только в качестве члена сообщества. Германское же сообщество едино по идеологии. Борьба так называемого буржуазного мира против новой идеологии была нереальна. Так как по новым разрешенным стандартам мышления этот буржуазный мир был пронизан всевозможными развращенными элементами и преклоняется перед взглядом на жизнь, который отличается от разрешенного. Каждому нужно было уяснить, что государство, конечно, играет важнейшую роль в формировании высокой культуры, но не является ее первопричиной. Основа же заключена исключительно в расовой природе самой культуры. На земном шаре могут существовать сотни различных государств, но если вымрут те, кто поддерживают немецкую культуру, ни одна другая культура не будет соответствовать по своему духу уровню людей с арийским развитием. Другими словами, зачем нужен мир, если в нем нет немцев и немецкой культуры? Идем дальше. По нацистской идеологии еврейский народ с его несомненными интеллектуальными качествами, в мировоззрении немцев не имел культуры, прежде всего свои собственные. Цитирую, «Все, чего они могли достичь в области искусства, либо носит одиозный характер, либо является интеллектуальным воровством. Таким образом, у евреев нет тех качеств, которые характеризуют расы, обладающие созидательной, а вместе с тем и культурной одаренностью». Большая масса людей не состоит из профессоров. Небольшие абстрактные знания, которыми она располагает, направляют ее настроение и мысли в мир чувств. И от этого зависит ее негативное или позитивное поведение, признающее только силу одного из направлений. Сентиментальность массы вызвана в первую очередь ее исключительной некомпетентностью. Поэтому гораздо труднее подорвать веру, чем знание. Ненависть и вера прочнее. Интеллектуальные искания же сложны. Поэтому движущая сила наиболее важных перемен в мире во все времена слабо отражалась в научных исследованиях и практически не воодушевляла массы. Напротив, в массах доминирует слепой фанатизм и подчинение. Другими словами, тот, кто владеет умами масс, знает ключ, который открывает дверь к людским душам. И он называется вовсе не объективность, а слабость, требующая господина. Еще из выступлений Гитлера, цитирую, необходимость изменения характера образования вызывается тем, что мы ныне страдаем от избытка образования. Ценны только знания, но все знания являются врагом действий. Что сейчас необходимо, так это инстинкт и воля. Еще цитата Гитлера. Следует отметить, что мы не имеем ничего против легкой музыки. Естественно, мы предъявляем к ней определенные требования и убеждены, что композиторы учтут их в своей работе. Более того, мы считаем, что для музыки было бы большой потерей, если специализированный интеллектуальный подход к этой области искусства, побудил бы наших музыкантов и артистов рассматривать легкую музыку как нечто обыденное, второсортное и утрачившее новизну как проявление низменных вкусов, и заставил бы их сочинять что-то необычное и возвышенное в весьма сложных, требующих особой техники исполнения формах. Конечно, виртуозная техника и большой опыт несколько принижают простоту исполнения, поэтому главным здесь является не интерпретация, а чувство, вызываемое творчеством. Таким образом, с учетом этой концепции, мы видим в легкой музыке большую художественную задачу. Оценивая произведения модернизма, люди говорят, что это, мол, выражение нового времени, но ведь искусство не создает новые эпохи. В жизни людей с течением времени происходят определенные изменения, и у художников часто появляется потребность в новых выразительных средствах. Новая эпоха создается не литераторами, а бойцами. В Третьем Рейхе основной задачей образования также было распространение мировоззрения. Так студенты университетов были настроены посвятить свои занятия выработке характера, а не приобретению знаний, ибо это соответствовало насаждаемому образу жизни и идеологической постановке вопроса. Нацистской концепцией искусства занимался Йозеф Геббельс, задачей которого это, по сути дела, и являлось. В результате имперская палата культуры превратилась в инструмент контроля за культурной жизнью страны со стороны Министерства пропаганды. Палата культуры была разделена на семь правлений, занимавшихся вопросами литературы, музыки, кино, радио, театра, изящного искусства и прессы. В каждом был собственный административный аппарат, подчинявшийся соответствующему департаменту Геббельского министерства. Членство в палате было обязательным для любой профессии. Труды же тех, кто не был ее членом, попросту замалчивались и не выходили в свет. Подробнее о палате, занимающейся музыкальными вопросами, я рассказывала в этой трилогии. Еще цитата из выступления Адольфа Гитлера. Люди воспринимают современное искусство как результат бесстыдного и наглого высокомерия или же просто как отсутствие мастерства. Они видят насквозь таких заик от искусства и понимают, что их достижения – нисколько не лучший картин, намалеванных бесталантными детьми в возрасте от 8 до 10 лет, и не могут рассматриваться как отражение нашего времени или тем более будущего германского народа. Ведь вы помните, что гитлеровцы ненавидели аристократию, а буржуазию считали прогнившей. Отказ от учета мнения большинства означал несогласие с нацистской идеологией, что делало из человека врага народа. Все это в очередной раз объясняет отношение к интеллигенции, которая, обладая определенными знаниями, могла бы чувствовать себя выше остальных. А это неминуемо привело бы к образованию трудноконтролируемой сепаратной группы.